Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесным», но не один канал, сегодня мы вдвоем с порталом Кредо Пресс, Александр Солдатов, добрый день, и у нас в гостях сегодня интересный, удивительный человек, Леонид Севастьянов, глава Союза Староверов России, Мира, Всемирный Союз Староверов, простите, ради Бога, расскажите немножко нашим зрителям, кто вы, обо мне или о Союзе? Ну, о себе, в принципе, рассказывать мало, я человек скромный, но могу сказать, что родился в старобрядческой семье, в исконно-старобрядческой семье, у староверов это называется в коренной, то есть я являюсь коренным старовером, родился в городе Ростове-на-Дону, сам потомственный казак, танцкой казак, дед мой с верхнего дона, станица Исауловская, сейчас она затоплена Цемлянским водохранилищем, это рядом с Волгоградом, и, соответственно, он служил в царской армии, был даже охранником Николая II, и потом в Ростове появился, я думаю, что во время уже революционных событий или после окончания гражданской войны, то есть он уходил, чтобы затеряться в Ростове, вот, соответственно, осел он в Ростове, женился на моей бабушке Шаниной Татьяне, и родился у них отец в годы НЭПа, в 28-м году, деду тогда уже было 60 лет, когда родился мой отец, вот, и, соответственно, мой отец был политическим диссидентом, поддерживал финансово Глеба Якунина, поддерживал Меня, поддерживал даже Сахарова, Солженицына на его ранних этапах, он был самым антикварщиком, один из создателей антикварного рынка в России, еще в сталинские времена, в 52-м году, в 53-м году, сохранил огромные коллекции от уничтожения икон, книг, музейных экспонатов, вот, и в одной из, так сказать, своих ссылок или тюремных заключений, он находился в Сочи. После выхода из тюрьмы в 75-м году зашел православный храм, и там моя мама пела в хоре, познакомилась со своей мамой, которая была на 25 лет его моложе, вот, там родился мой старший брат, отец Иоанн Севастьянов, который является сейчас настоятелем Старомреческого храма в городе Ростове-на-Дону, вот, после этого они переехали, вернулись в Ростов, там родился мой второй брат, иконописец Дионисий, и, соответственно, третьим на свет появился я, 22 апреля. В субботу мама рассказывала, что вот я родился, и как раз это был субботник ленинский, и зашла кушерка и говорит, что вот вы очень хорошо поработали, больше, чем наши товарищи вокруг. Ну, вот так появился я на свет. И, соответственно, всю свою юность, раннюю юность я проводил в старобряческой среде. Мой отец как раз нас воспитывал в такой, в идеологической строгости. Никто из нас не был ни пионером, ни октябренком, причем это не просто там как-то, а именно осознанно нужно было исповедовать свою веру в школе, сказать, почему ты не можешь, не хочешь быть ни октябренком, ни пионером. То есть мы говорили, понятно, что мы там не говорили, что мы там против советской власти, да. То есть мы говорили, что, ну, как и есть, да, что мы не можем клясться, что пионер должен клясться. А партия запрещает быть верующим. То есть я не хочу вам врать, я верующий человек, я не буду поэтому пионером. И никто у нас, так сказать, в семье, ни старшие братья, ни я. Вот. И, соответственно, то есть как бы вот юность у нас прошла в таком, в исповедничестве. Можно сказать, что в школе, понятно, что мы были белыми воронами. То есть учеников там нас травили, что там срывали там крест или как-то это, смеялись над нами. Ну, а потом я в 89-м году митрополит Олимпий, такой был очень строгий, можно сказать, святой жизни человек, глава Русской Православной Старобрядческой Церкви. Меня постриг в чтецы, в стихарные. Вот. Мне было тогда 11 лет. И, соответственно, как-то так вот был активистом старобрядческим, можно сказать, с самого начала. В 95-м году я решил получать образование богословское. Ну, соответственно, у старобрядцев до сих пор очень большая проблема с духовными училищами, институтами, образовательными институтами. Вот. И, соответственно, единственная возможность, где получить такое образование, было православное семинарие. Митрополит Олимпий написал письмо на имя митрополита Кирилла с просьбой, чтобы меня отправили, разрешили мне отправить, чтобы с просьбой принять меня в семинарию. Вот. Митрополит Кирилл ответил очень любезно, что вот мы очень рады, обязательно присылайте других. То есть, как бы, к нему будет проявлена вся, так сказать, любовь, снисхождение во многих вопросах. Ну, прежде всего, в плане религиозной практики, литургической практики. Вот. Поступил я в семинарию. Отключился четыре года. И, оканчивая семинарию, вот, передо мной стал вопрос, ну, во-первых, я был и военно обязанным в то время. Нужно было решать, что делать дальше, то есть, дальше учиться или идти в армию, или, вот. Я был человеком тогда совсем юным, неженатым, поэтому даже в плане религиозного призвания, то есть, еще рано было что-то решать, да. Вот. И также я пообщался с митрополитом Кириллом и сказал ему, что вот я хочу учиться дальше, за рубежом. Помню, он мне тогда сказал, типа, а куда ты хочешь, в Англию, в Оксфорд или куда-то, вот. Вот. И у меня в голове, я говорю, нет, я хочу поехать в Рим. Вот. Причем Олимпия я ничего не знал, кроме каких-то, не знаю, брошюрок. Вот. Митрополит Кирилл сказал, что хорошо, он поспособствует. Вот. И, как ни странно, об этом мало кто даже знает, или об этом не говорю. Вот. Ну, на поездку в Рим я благословил также митрополит Олимпий. Вот. Помню, даже когда я уехал уже, он через моего брата Дионисия, чтеца, всегда интересовался, говорит, ну, как он, что там у него. Вот. Так я в 99-м году попал в Италию после семинария. То есть, свои же вас к латинианам и отправили. Свои? Нет. Ну, что значит, к латинианам. Свои не возражали против этого. Ну, что значит, к латинианам, знаете, это, мне кажется, мышление, знаете, я просто мышление, у меня блокчейн, да. То есть, вот что сказать к латинянам. То есть, я поехал учиться в университет. Вот. То есть, в университет, понимаете, мы все учимся, но мы там не говорим, там, если где-то ректор иудей или мусульманин, что я там ухожу в ислам или в иудаизм, да. То есть, я просто, грубо говоря, я ехал учиться не к латинянам. Ну, я иду. Как бы подразумевается то, что там университет был конфессиональный. Если бы вы поехали в Оксфорд, то вы поступили бы в обычный светский университет. Нет, потому что я дальше учился в Америке, в Джорджтауне. А это закончили в Риме? В Риме, да. Ну, я просто, да, перепрыгиваю, да, но вот я дальше учился в Джорджтауне, да, то есть, это тоже иезуитский университет. Это при этом совершенно светский, он выпустил там того же Билла Клинтона, да, или там Олбрайт, то есть, они там, основные кадры госдепа, можно сказать, из Джорджтауна выходят и так далее. То есть, со мной, ну, и мало кто говорит, что вот я пошел к иезуитам, пошел к иезуитам. Некоторые говорят, правда. Ну, может, да, ну, то есть, американцы, они в основном, как сказать, в политической элите, они не католики, они прежде всего протестанты, да. То есть, я думаю, что они в самом последнем, так сказать, образом думают, что это иезуитский университет, да. Вот, и, соответственно, здесь, ну, чтобы закончить, да, то есть, плавно отучился я итальянскому языку на севере Италии. Семь месяцев учил итальянский язык тоже в монастыре католическом. Он не католический, то есть, такой монастырь Бозе. Экуменический. Ну, опять же, как посмотрите. Ну, его так официально называют. Да, его так называют. Да, вот, то есть, я просто жил в этом монастыре и учил итальянский язык. Вот, у меня был учитель, брат Адальберто. Это не я. Да, это не вы. Он потрясающий человек, очень хорошо по-русски говорит, занимается как раз русской культурой. Вот, после, не, причем я ехал в Италию, у меня была всего лишь виза на три месяца, и, в принципе, был такой подход. Вот, ну, посмотрим, на чего он вообще способен. То есть, там, юноша с Ростова, со второго поселка Роженики. Ну, грубо говоря, то есть, опыт маленький. Прежде всего, академический. Вот. Ну, и как-то там все у меня начало получаться. За три месяца я уже по-итальянски говорил. Там, через шесть месяцев я уже все писал, письма, все, сочинения. Вот. Вот, соответственно, дальше, то есть, выбор был, куда мне поступать. Потому что в Риме университетов много. Вот. Там, в принципе, система чуть-чуть отличается. В этом смысле, как бы, люди учатся, которые в университете, они могут вообще ничего не иметь общего с католичеством. Потому что университет, он отделен от семинарий. То есть, грубо говоря, люди, семинарии, это колледж, где они проживают. И потом они уже могут, то есть, живя в этой семинарии, он учится в том или ином университете. Да, ну, и возвращается. Но при этом сам университет не является частью семинарии. Вот. И наоборот. Поэтому в университете могут учиться люди разных конфессий, разных взглядов. Атеисты, даже не атеисты. Вот. Я учился, то есть, я выбрал Григорианский университет. Но, опять же, это может быть по слуху. То есть, в католическом мире он считается самой престижной. Все папы римские, все ведущие архиереи, то есть, они проходят через этот университет. Но я ничем другим не занимался, кроме как философией, политической философией. Западной философией. То есть, изучал не только западную философию, какую-то современную еврейскую. Ротссвайга, Леви Насса и так далее. Ну, в принципе, в общем, западную философию. Вот. И после, учась там, я познакомился с профессором Джордж Тауна, который как раз тоже, может, увидел, он там находился по обмену, вот, и, может, увидел какой-то потенциал и говорит, вот, давай, может, я в Америку поехать поучиться. Вот. Приехал я также в Америку на всего лишь семестр официально, то есть, как бы, там мне выделил университет стипендию, то есть, как бы, со статусом visiting student. То есть, я тоже обмен, по обмену, да, то есть, как бы, приехал я на, на всего лишь семестр, ну, можно сказать, вообще без английского языка, ну, какой-то, ну, я имею в виду без, то есть, для академического, так сказать, образования, это, там, совершенно неподготовлен был. Вот, но с самого начала, я помню, тоже, когда поступил, начались учебы, во-первых, эта система совершенно другая, да, то есть, если континентальная система, она синтетическая, просто ты должен, там, что-то придумывать, сочинять, да, здесь аналитика, читаешь текст, вот, все только из текста, все выводы можешь, там, только брать из текста, вот, и объемы, конечно, несопоставимые. То есть, если, грубо говоря, в Риме, там, объемы не сопоставимые, с российские, да, ну, в плане образования, вот, ну, я бы сказал, там, в 10 раз больше, там, да, то есть, в Америке нужно было, там, в 10 раз больше объем материалов, чем там, в Риме. То есть, обычно, я там, почитывал, это где-то в неделю нужно было, чтобы подготовиться к занятиям, нужно было где-то тысячу страниц прочитывать. Опять же, это, может, немного, но когда, если ты по-английски, вообще, читаешь, там, вроде, я не знаю, это высказочный, а? В средней школе, на роде средней школы. Нет, я потом говорю, да, может, сейчас это и немного было, вот, и не просто, то есть, а тебе к каждому уроку нужно, то есть, писать сочинение по два страниц. Я, например, я, когда поступал, я этого всего не знал, если бы я это все знал, наверное, бы я не захотел поступать. Вот, и когда я, на первом же, так сказать, занятии понял, куда я вляпался, то есть, ну, и сразу, так сказать, какой выход, или назад возвращаться, постепенно, так сказать, на второй поселок Роженикидзе, города Ростова, или только вперед, вот, а вперед как, ну, берешь и, что задали, то есть, ты и пытаешься писать. И, как ни странно, вот, меня тоже многие спрашивают, а как, вот, что там, ну, то есть, это вот способности мозга человека, то есть, вот, в критические моменты, да, вот, мы начинаем использовать какой-то резерв, о котором даже не подозреваем. Вот, причем я это в жизни убеждался не один раз. И, соответственно, вот самый, ну, может быть, какой-то прилив адреналина, да, какой-то особый посыл выдает, там, химический наш мозг. Ну, так или иначе, то есть, я вот сочинение написал к следующей неделе. Правда, профессор его взял и говорит, причем так и сказал, говорит, вот, если бы ты писал это в Сарбоне, тебе было бы A, то есть, как бы, ну, самая большая пятерка, да, а здесь только C, то есть, тройка. И он меня с самого начала бесил, почему, он говорит, что разность подхода, то есть, то, что ты там пишешь, это все там в сказке сочиняешь, ну, говорю, это так называемый синтетический подход, то есть, континентальный. То есть, тебе нужно придумать, вот, объяснить, там, придумать истории, что там Наполеона не существовало, к примеру, да, совершенно верно. То есть, приветствуется креатив, то есть, ты должен что-то, какие-то добавочные, типа, свои знания дать. Вот, говорит, у нас все банально, все проще, то есть, здесь анализ, то есть, ты каждое слово должен подтвердить. Если не можешь подтвердить, ты не можешь сочинить. Если ты сочинил что-то, это тебе не в плюс ставится, а в минус. Получается, что американская система более схоластическая. Она более, она более прагматическая, она более, да, она, вот, и мне эта Америка, на самом деле, я считаю, что, многие говорят, вот, Америка, она из всего, так сказать, моего опыта, ну, в плане интеллектуального, вот, два года, которые я провел, это самое, конечно, детерминирующее. Вот, прежде всего, именно в методе, то есть, метод анализа. То есть, ты ничего не можешь сказать, то, что ты не можешь подтвердить. То есть, в Рим возвращаться из Джорджтаунского университета уже... И в Рим я не стал возвращаться именно из-за этого, я просто, при всем уважении, при всем уважении, я просто, ну, это все равно, что да, то есть, как бы, там, из МГУ поехать, не знаю. Там, Ростовский колледж какой-то. То есть, опять же, то есть, это разница, я просто понял, что это... То есть, я не стал возвращаться, вы правильно говорите, именно из-за этого. То есть, я понял, причем и Джорджтаунский университет, иезуитский, и Григорианский, вообще, первый иезуитский университет, да, там, в Джорджтаунском университете, то есть, на Бактовом зале, то есть, Григорианский университет на таком почетном месте, что это вот наш... — Вы как-то почувствовали влияние иезуитской духовности на себя? — Я вообще никак не сталкивался. Это другая вещь, что вот здесь, когда, я не знаю, пропаганда или не пропаганда, или общее мнение, континентальный подход. — Ну, европейский, скажем так, отличается от американского. — Нет, это, грубо говоря, континентальный подход. Вот в Америке, значит, он там завербован, в католичестве — значит, он католик, папист. Я как бы с полной ответственностью могу сказать, что не католики за все время. То есть, такое даже, может быть, опять же, иезуитский, может быть, это иезуитский подход. — Хитрющий иезуитский подход. — Нет, я говорю, может, это иезуитский. То есть, когда показывает, что вам пофиг. Вообще, ни намека, что ты должен там кому-то в туфлю поцеловать. Ни намека, что ты должен там какой-то написать кому-то отчет в госдепре. — В связи с этим, если Альберт позволит, я хотел своим правом на вопрос воспользоваться. Я знаю вас с разных сторон, в том числе о некоторых особенностях вашего восприятия в старообрядческой среде наслышан. Так что надеюсь, вы мне простите, что я некоторую личностную границу чуть-чуть нарушу. — Нет, вы должны. — Да, я как журналист должен это делать. Вот старообрядцы, такие традиционные, которые не учились в Риме, в Америке тем более, указывают даже на ваш внешний облик, а тем более на некоторые ваши идеи, как на абсолютно революционные для старообрядчества. Вы не носите окладистые бороды, как принято в вашей конфессиональной среде. Редко бываете на службах в каких-то крупных центрах старообрядчества на Рогожском кладбище, например, высказываете идеи, которые некоторые старообрядцы воспринимают как экуменические. Может быть, действительно, ваше знакомство с западной культурой и системой образования оставило какой-то революционный такой отпечаток на вашем сознании, и вы пытаетесь, как некий миссионер, внести в старообрядческую среду вот эту свежую, какую-то обновляющую, ее оживляющую струю, какое-то начало, которое позволит старообрядчеству подняться на тот уровень, на котором оно уже давно не находилось, по крайней мере, в советские времена в России. — Знаете, вот я упомянул, что я родился 22 апреля, и помню советские годы моей школы. Была практика, я думаю, что и сейчас, наверное, тоже празднуют дни рождения детей. И всегда моя преподавательница, которая была одним из главных моих гонителей, она всегда на мой день рождения говорила, «Вот ты станешь революционером, ты обязательно будешь революционером». И то, что вы говорите, это, конечно, может быть, льстит моему самолюбию, да, что вот там я какой-то обычный, необычный, то есть вот революционерный подход, и хотелось бы вот, чтобы таким и был, да. Но потом, когда начинаешь изучать всю часть старообрядчества, то и не только старообрядчество, да, вот как бы откуда у нас появится смирение. Мне кажется, чем человек больше знает, у него тем больше смирение. Потому что, изучая даже идеи, он понимает, что его идеи давно новые, старые, всё, что он говорит, давно уже сказано, пересказано. Вот. И это же касается и старообрядческого подхода. Вот. С одной стороны, я кажусь таким модерновым и интересным человеком. Но, если изучаешь контекст всего старообрядчества, понимаешь, что я лишь всего песчанка того, чем было старообрядчество, реально старообрядчество, прежде всего до революции, как вы сказали, да. Традиция учиться за границей, это была очень распространённая среди старообрядчества. Но, опять же, что считается старообрядчеством, да, то есть каждый кулик будет, так сказать, на себя пытаться перетянуть одеяло, да, необразованные старообрядицы будут говорить, что вот старообрядчество – это мы, 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 там какой-то клерикал будет говорить, старообрядчество должно быть таким. Но, если мы посмотрим, опять же, объективно англо-саксонским методом, так сказать, на историю, то есть мы увидим, что старообрядчество, во-первых, оно было всегда, так сказать, пёстрым, разнообразным. Но вот этот а-ля либеральный подход, то, что сейчас называется либеральный подход, он на самом деле был в каком-то смысле мейнстримом. То есть старообрядчество, оно развивалось на, как ни странно, да, как многие сейчас, сейчас модно, там, сказать, левая идея становится более модной, вот. Но, как ни странно, старообрядчество, оно нанизировалось на купеческой идеологию. То есть купцы, они были, как ни странно, но они были основным базисом старообрядчества. Ну, прежде всего, они всегда были председателями общины, то есть они всегда создавали союзы, они всегда создавали, там, союзы, начётчиков, там, огромное количество. То есть средства массовой информации, то есть скиты только на них висели, то есть без них вообще скиты никакие были бы невозможные и так далее. Вот если посмотреть, так сказать, что стояло за этими староверами, то есть что стояли за этими купцами, да, то есть в основном все они учились за границей, причём также ни в одной стране, то есть там, в основном это Германия, Англия, Франция, то есть вы любого возьмёте вот сейчас, там, ну, к примеру, взять Рябушинского, да, то есть Павел, ну, потому что он более известный, более такой, для общественности, да, вот, то есть это человек-миллиардер, который, можно сказать, олигарх, может быть, даже самый богатый человек России на период, предреволюционный период, да, вот, был председателем общины Рогожского кладбища, вот, очень активно он участвовал в политике старообрядческой, но прежде всего пытался примирить так называемых окружников с неокружниками, вот, а учился где? Англия, Германия, то есть его все дети, то есть у них же воспоминания про то, как они были путешественниками, как они там в Японии были, как они по всему миру там путешествовали. Получается, что уже тогда старообрядческое разбивалось на клирикальное сословие. Совершенно верно, оно нет, оно не разбивалось, оно не разбивалось, наоборот, то есть оно, то есть клирикальное сословие, оно было подчинённым, положение, так сказать, к светскому. То есть старообрядчество, прежде всего движение старообрядческое, это прежде всего мирянское движение, именно исторически так сложилось, потому что все епископы, кроме одного, можно сказать, они все остались никоньянами, то есть все на, все старообрядчество, а потом священники, они переходили их, ну как переходили, грешнее дело сказать, их переманивали и за денежку, и за условия. А кто это создавал? Это создавали купцы. Это создавали миряне. То есть, старобрячество, оно немыслимо без мирянского подхода. То есть, креликальный, знаете, у меня эффект иногда, дикции есть. Вот такие термины. Это у всех. То есть, он совершенно неестественный старобряческому движению. Во-первых, старобряческое движение, оно наполовину только, так сказать, клирикально. А основная часть, на самом деле, это беспоповство. Кстати, очень многие считают, что даже какие-то протестантские конфессии, ну, прежде всего, баптисты русские, они вышли из беспоповцев. Вот. И закончить, так сказать, историю про либеральное старобрячество. Сейчас же можно в интернете посмотреть, как выглядели все эти купцы старобряческие. Ну, у Рябушинского такая же бородка, как у меня. Вот. Станиславский. Многие даже этого не знают, что Станиславский был старовером. То есть, это купец Алексеев. Я просто живу прямо рядом у Лисы Станиславского. Все это сохранилось. То есть, его дом, за домом как раз это фабрика Станиславского, театр. Вот. Ну, вы посмотрите, если в интернете вообще человек без бороды. При этом все воспоминания, как он постился, как он все, даже в советское время, он очень был, очень мало об этом говорят, но это все известно, очень был аскетичным. Выборили людей, то есть, он был очень избирательный и так далее. То есть, возьмите Сау Морозова или Мамонтов, то есть, чуть-чуть какие-то бородки. То есть, бороды – это вещь, крылья Кареном, как бы, смысл. То есть, это важно, если это отличительная черта. Вообще, борода – это такой был маркером, маркером или символом, то есть, как распознать свой-чужой. То есть, поэтому так важно было для староверов, то есть, как бы борода. То есть, если говорить о блокчейне, можно распознать. То есть, вы же по паспорту в церковь не принимаете человека. То есть, человек приходит в храм, как его узнать, там, не конянин он или свой. То есть, по внешнему виду. И до сих пор тоже самое. Но сейчас на другие вещи смотрят. Допустим, человек зайдет, как он молится о началу, как он поклоны совершает. Это минимальные вещи, которые отличают его старовер или нет. Допустим, он там кланится. Если он руки чуть-чуть расставил, шире, чем положено. То есть, сразу это значит, что он не старовер. Ну, очень близко. У песятников в советское время то же самое. С первого приветствия узнавали. Да. Да. А в то время, это же как бы участие спецслужб в религиозных вопросах. Вот я как раз написал статью сейчас о богословии Расхола. Да. Мы рекомендуем нашим зрителям. Ссылка будет в описании под этим роликом статью в новой газете с моим предисловием. Да. Вот. И, то есть, как бы, участие спецслужб в религиозных вещах, то есть, это как бы не нынешний, как сказать, не нынешняя реальность. Это идет как раз с самого начала с романовских эпох. Вот. И в Старобрянчество также засылались провокаторы. Ну, вот, допустим, известный, там, Мельников Печерский, да, который написал потрясающие книги, там, вначале в лесах, потом на горах. Вот. Он был обычным провокатором, то есть, милиционером, ну, как это назвать. Он считается чиновником Министерства внутренних дел. Именно, да. То есть, его задача была внедриться и разлагать, то есть, как бы, там, все это, ну, в общем, разваливать как раз. То есть, это не каквышные вещи. Это еще старших времен. Но в результате он подпал под обаяние. Да. И он стал, как бы, потом защитником Старобрянчества. Потому что он пришел и увидел, что, друзья, так это и есть русская культура. То есть, это и есть христианство, на самом деле. Мы гоним, так сказать, совершенно своих людей, которые дают базис нашему государству, сильнейший базис. Вот. Ну, факт то, что, как бы, что провокаторы постоянно засылались в Старобрянчество. И как их отречить? То есть, должны быть минимальные какие-то вещи. Допустим, даже по перстосложению, да. То есть, допустим, два перста даже сложить. Вот старовер и там православный, не коня, не сложить. Сразу отличишь, как он. Потому что там нужно вот так вот прям. Причем это должно быть не так, не так. Да. Ну, Александр, он со Старобрячеством хорошо знаком, у Александра получится. Вот. И так далее. Поэтому борода, она является важным в Старобрячестве, прежде всего, как отличительный маркер. То есть, ты кто. Но сейчас, в современном мире, знаете, вот, когда борода становится модой, прежде всего, модой более такой… Хипстерской. Хипстерской, либо гомосексуальной даже в каком-то смысле. Вот. Господи помилу. Бедный брат Альберт. Не, ну, я имею в виду… Борются с этим явлением. Не, ну, я просто… К чему говорю, да. Что борода не является реальным, там, отличительным фактором, сказать, вот если человек с бородой, он является старовером, да. Если раньше, наоборот, притость была, это признак гомосексуальности. Знаете, да, как эта мода появилась? Вот. А сейчас, то есть, борода становится… Ну, это причем не только в России. Ну, это уже давно мода. Ну, да. То есть, как бы, это одна из отличительных черт гомосексуальности человека. Ну, прежде всего, в Европу, которую там не любят и осуждают за гомосексуальность, да. То есть, вы мотивировались этим, выбирая размер своей бороды? Нет, я мотивируюсь, я, нет, я мотивируюсь тем, что, что борода, она не является признаком принадлежности к старобрячеству сейчас. Вот. Я мотивируюсь, прежде всего, знаете, прагматичностью, практикой, да. То есть, я не хожу, я ее постригаю… Вернее, у меня отношение с бородой простое. То есть, если она начинает, как бы, все такое становится, у меня есть машинка, насадка, по-моему, там, девятка. Вот, я ее постригаю до следующего раза. Вот. Поэтому, она у меня то увеличивается, то уменьшается. На вас за это эпитемию накладывают? Ну, нет, как бы. Кирпит, что ли? Не приоритетоват своих… Нет, ну, я считаю, что… Знаете, вот эта эпитемия… Нет, я считаю, что эпитемия, то есть, я вполне зрелый человек. Я сам знаю, что есть хорошо, что плохо. Вот. То есть, если… Это уже в вопросе тоже… Ну да, это последний остававшийся клирикальный инструмент. Манипуляция… Манипуляция церковь. Да, да. И… То есть, церковь, понимаете, она, на мой взгляд, создавалась, как институт, с одной целью, да. Воспитание в человеке свободных начал. Чтобы в человеке, чтобы вот как раз он настолько стал свободным, чтобы он мог выбрать между добром и злом, чтобы он не был, так сказать, невольником в своём моральном выборе, а чтобы он вот реально мог выбрать свою жизнь и свой вектор развития. Вот. И любая там вещь… Вот мы его спасаем от ада, и вот мы его ремнём, там, кнутом, там, пряником. То есть, это не духовность, мне кажется. Вот с точки зрения… С точки зрения политики, понятно, да? Объяснимо. С точки зрения политики, понятно, зачем этим заниматься. Именно так. А вот с точки зрения религиозной, то есть, я не вижу никакой ценности в человеке, который там… Все позиционируют как моральным, там, человеком, духовным. Просто из-за каких-то внешних воздействий, внешних манипуляций. Вот. Поэтому, ну, как сказать, эпитемия, понятно, что она воспитывает человека во всём, да? То есть, как бы… И у меня, ну, к примеру, если там человек, ну, испытывает проблемы с избыточным весом, да? И у него привычка, там, какая-то есть гастропривычка, например, там, потребление сахара. Вот. Он сам себе должен создавать вот какую-то такую эпитемию, которая его будет просто ограничивать, да? Вот. Чтобы она… Вот в эпитемии есть вот такая, как бы, вещь, чтобы… Стимулирующая к исправлению жизни. Ну, хорошо. А институт отцов духовных вы признаёте? Необходимо ли пастырство в эпоху блокчейна? Ну, опять же, понимаете, вот это… Опять… Читая Евангелие, да? Потому что всё равно для староверов сейчас, как ни странно, это всегда… Основная книга – это Евангелие. То есть, как бы, Евангелие… Почему странно? Да. Но сейчас, к сожалению, вот люди, вот православные, даже староверы… То есть, Евангелие для них – это не то, что первая… Второстепенная вещь. То есть, люди могут вообще никогда его не читать. Там, изучать какие-то… Знать, там, житие протопопа Аввакума, при этом никогда не читать Евангелие. То есть, базовый документ для староверов является Евангелие. Евангелие говорит о том, что Иисус Христос врачу… Две вещи – врачу из Лисия сам. И вторая вещь, что не может слепой вести слепого. То есть, я к чему веду? Что даже если есть духовный отец, даже если есть тренер, прежде всего, сам человек должен понимать, подходит этот тренер ему или нет. То есть, и лучше самому тренироваться. Вот я, допустим, тренирую в спортзале, да? Сперва я там с тренером… Ну, тренируюсь просто фитнесом. Вот. Потом понял, что я с этим тренером 40 минут болтаю из часа. И 20 минут я реально занимаюсь делом. Вот. И понял, а зачем мне нужен тренер? Он мне показал там, как… Жань, да? И вот я хожу и час занимаюсь. Вот. И уверен, что опять тренера возьму, опять я буду болтать с ним. Вот. То же самое и в практике, наверное, с духовным отцом и так далее. То есть, понятно, что если у вас есть тренер, всегда это лучше. То есть, всегда тренер, он внешне сможет, что ты поделаешь не так. То есть, он объективно смотрит на тебя, смотрит на твой прогресс. Причем это касается не только там, духовной жизни, но и, как сказать, физической. Лучше, конечно, когда у тебя постоянный врач, который там следит за динамикой твоего здоровья там на протяжении долгого времени, да. Лучше, чтобы у тебя был там какой-то свой там ментор академический. Но если ты понимаешь, опять же оценивая, что уровень, допустим, интеллектуальный, нравственный, культурный, твоего тренера ниже твоего, да. Опять же, без всякой гордости. Это не то, что там гордыня. То есть, это просто человек, он должен вот пытаться, вот как англосаксонский метод, анализировать, смотреть правильно. Ну, так получается, старообрядцу окончившему Григорианский университет, Джордж Таунсов университет, получившему докторскую степень и так далее. Вот по одному этому критерию найти духовного отца невозможно. Ну, очень сложно, потому что разные языки общения, понимаете. Если вы как бы обречены быть сам себе духовным отцом. Ну, это не то, что духовным отцом, да. То есть, как бы обречен быть постоянно в поиске, конечно. Вот опять же, я говорю, что это не то, что от гордыни. То есть, конечно, легче иметь тренера, постоянного тренера, да. Если ты видишь, что он тебе не подходит, тебе нужно постоянно саму копаться, саму развиваться, да. Иначе, если ты спустишься на этот уровень, то есть, он там будет удовольствоваться просто, чтобы у тебя шивот был, он не связал с колен, да. Ну, он тебе поможет, чтобы полностью от него отказаться, да. Вот. И так это касается всему. Понятно, что я опять же, я ни в коем случае не против института духовных отцов или это, и есть люди, кому помогают. Но огромное количество историй, которые я знаю, просто которые уничтожают людей. Просто уничтожают и физически, и духовно. То есть, сколько сплошь и рядом вот так послушаешь, то есть, там, ты разводись, ты женись на этом, вот, ты опять сюда, ты это, а вы там что, а чем ты занимаешься, а секс, не секс, а что ты жрёшь. И в итоге просто этому человеку, вот они там говорят, что там, секта, не секта. То есть, у меня почему-то ещё не в тюрьме. За такой подход к людям. И главное, никому дело нет. Вот. Поэтому вот эти вот практики духовных отцов там, то есть, они должны быть под пристальным наблюдением. Я за то, чтобы был обязательный надзор. Опять же, государство, не государство, но человек, который пытается влиять на судьбу другого человека, он должен быть, вот сам тоже, у него должен быть какой-то ментор, который следит обязательно, чем он занимается. Огромное количество. Причём я не говорю, там, какие-то удалённые монастыри или храмы. То есть, это всех на виду, да. То есть, там, огромные известные монастыри, то есть, известные люди. Они двадцатилетия могут просто человека психически уничтожать. И непонятно почему. То есть, я не думаю, что это ради денег. Это у них самих, может быть, они нуждаются в каком-то тренере, да. И вот они это всё выплёскивают на кого-то человеку. Это объясняют какой-то духовностью. Это какими-то сказками непонятными. Вот. Поэтому, опять же, я повторюсь, да, ни в коем случае не против института духовных отцов. Так же, как института тренеров, так же, как института менторов, так же, как института профессоров в университете, да. Но если профессор в университете вам будет просто пытаться зомбировать, сбить вас с толку, там, чтобы вы там примкнули к какой-то его психологической секте, да, вот, то вы должны или как-то попытаться его поменять, а если видите, что это невозможно, самим заняться самообразованием. Это очень рационалистический получается подход. Обычно люди мотивируют выбор духовного отца ещё и благодатными всякими соображениями. А какие благодатные, да, ну а какие обихиваниями, да. А-а-а, соображениями. Я знаю, да, что это, да. Что обладает власть вязать и решить. Да, совершенно верно, совершенно верно. Которое в Евангелии, кстати, основывается. Самая главная вещь, самая главная вещь, то есть, опять же, вот, к себе, прежде всего, говорю, что нам нужно учиться смирению. Что такое смирение? Это вот правильное видение вещей, да. То есть, когда ты реально просто видишь вещи, пытаешься видеть, как они есть, да. Вот. И главная вещь – это, что Бог дал всем разум. Что нельзя, человек не сможет на страшном суде сказать, а я вот, а вот батюшка мне тот-то сказал, а тот… Разум у тебя был? Был. То есть, ты же не прыгаешь там под поезд. Потому что у тебя кто-то говорит… Ну, сейчас прыгают, кстати. Именно из-за этого. То есть, это как бы посредствия. То есть, когда разум пытают, я не знаю, демонизировать. Вот. И какие-то всякие внушения, второстепенные там эмоции пытаются там показывать, как самый важный, первостепенный, да. То есть, Бог, он как ни странно, как ни… То есть, все равно Бог рационален. То есть, существование Бога, хотя с этим там многие не согласятся, но я считаю, что это тоже рациональная вещь. Вот. И наша, так сказать, надежда на будущую жизнь, она также имеет рациональное основание. Вот. И Бог просто заложил в нас вот этот светоч, да, разум. Вот. Законы логики, они ж… Мы ж их не создавали. Вот. Исследуя им, мы запускаем, я не знаю, там, самолеты, ракеты в космос. Вот. Организуем нашу жизнь к лучшему. Если бы это было что-то безблагодатное, у нас бы ничего не получилось. Вот. И я не вижу, почему мы не должны использовать разум и в наших, там, нашей эмоциональной жизни, в духовной жизни. Я считаю, что духовная жизнь, она также рациональна. То есть человек обязан, и прежде всего сам человек является ответственным за принятие решения. Даже если ему там, говорят, вот, священник, даже если Евангелие, опять же, при всем, как сказать, пиететике Евангелия, да, если ты видишь что-то нерационально, это не говорит о том, что, значит, вот, что-то ты не понимаешь в толковании, значит, что-то тебе нужно что-то больше почитать, больше, как бы, каких-то контекстов узнать, больше, там, сделать исследование, чтобы понять, с точки зрения разума ты, то есть, потому что, на самом деле, религия, вот, на мой взгляд, она рациональна. Допустим, даже какие-то чудеса. Опять же, чудеса мы можем даже, вот, чудеса по истечению времени, то есть мы можем как-то их проанализировать рационально, там, к примеру, там, нет, чудо, а что такое чудо, то есть, как бы, все равно оно же, как сказать, есть в нем математика, все равно оно вклеивается, как сказать, в какую-то математическую формулу. Ну, к примеру, допустим, Иисус Христос исцеляет, как сказать, с телепорожденного, да, то есть, как бы, мажет грязь, вот, то есть, как бы, люди, которые не знали про антибиотики, если бы вот до изобретения антибиотиков, там, человек слазал бы и… Ну, грязью. Грязь, как он этот… Бренин. Нет, этот, естественно, антибиотик, как он его… Пенициллин. Ну, да, пенициллин, ну, как он его… Плесень, как он? Плесень, да. Ну, пенициллин, это и есть такой грибок. То есть, для, так сказать, наблюдателя внешнего, это было бы чудо, это и есть чудо. То есть, чудо – это что-то то, что является, так сказать, вот в мере нашей рациональности чем-то неестественным. При этом, так сказать, по истечению времени мы можем увидеть естественность этого процесса. Ну, то есть, это событие, которое опережает время, анохронизм, наоборот, как бы. Не, не то, что анохронизм, то есть, мы просто, опять же, говорю, со смирением мы просто должны понять, что мы не всё знаем и никогда всё не узнаем. Всё вокруг этого. Что наше заключается, так сказать, смирение в том, что мы понимаем, что мы знаем немного и никогда всего не узнаем. Вот. И божественная, так сказать, реальность, описанная в Евангелии, на мой взгляд. Она, вот когда это всё раскроется, то есть, мы увидим в ней естественность, почти, математическую. Допустим, там, воскрешение мёртвых. Ну, а в чём, вот, то есть, как бы, душа, да? То есть, как бы, в мире, вот, нынешних, всех, там, исследований, да, ну, даже уже не нынешних, там, что энергия, масса превращается одно в другое, да, то есть, как бы, и так далее. Квантовые теории. Квантовые теории, да. То есть, уже ты видишь, вот, как бы, ну, там такое чудо, что нам непостижимо, да? То есть, мы уже на пороге таких открытий, что, грубо говоря, что, когда вам скажут, что Бог ходит по, вот, там, за, так сказать, за пределами нашей комнаты, то уже не будет чем-то неестественным. Понимаете? Вот. То есть, это всё нам даёт наш разум. То есть, это всё не наш божественный, который он нас вселил, то есть, это, вот, как бы, путь к Богу, да. Поэтому, духовные отцы, опять же, если они помогают, это каждый человек, обязанность каждого человека, то есть, личная ответственность каждого человека. То есть, если духовный отец ему помогает, он видит, что это реально помогает, он должен следовать. Если он видит, что это приносит дискомфорт ему, его семье, детям, лучше вообще не общаться. Лучше не общаться. И чем раньше, тем лучше. Потому что лучший духовный отец – это вы сами. То есть, сам Бог напрямую с вами общается, да? Сам Бог напрямую вам даёт, как бы, логику действий. Вот. И советы, они очень важны. Они очень важны. То есть, понятно, что мы, наш даже разум, он развивается, так сказать, в коллективе, в коллективных связях. Поэтому советы какие-то очень важны. Но отдавать свою жизнь на откуп кому-то другому, то есть, вы можете, но это не будет, так сказать, оправданием перед Богом. Когда у вас что-то не получится, вы не сможете сказать, а вот я там мне такое-то сказал. У тебя что, я отнимал разум? Нет. Нет, понятно, люди, которые теряют разум, да. То есть, или дети. Почему дети? Да, дети, они нуждаются прямо в таком, в пристальном менторсе, потому что у них другой ещё не развит, так сказать, интеллект. Но момент, когда у них интеллект развивается, всё, они сами по себе. То есть, перестаньте их манипулировать. То есть, даже если вам кажется, что они там бездуховные, но у них своя жизнь. То есть, понятно, что вы должны подсказать. Понятно, что вы должны, опять же, попытаться объяснить, что ваш взгляд более правильный, более, так сказать, духовный. Но если человек выбрал, как бы, свой путь, то, как сказать, Бог его, его гид. Ну, я вот слушаю вас. У вас размышления, ну, как протестанты. Я же могу поверить в это. Ну, конечно, как видите, вот это, знаете, одна из манипуляций, может быть, политических или современного мира, да, разделить. Вот, грубо говоря, вот если так мыслишь, значит, и это. Если так мыслишь, значит, и это. То есть, это, грубо говоря, вот если там, ты чёрный, ты должен там слушать рэп. Если там белый – рок. Мне нравится 50 Cent. Я всегда его слушал. И мне там всё равно чёрный, он или белый. Вот. И наоборот. Поэтому я тоже самое. Если разумные мысли, они в протестантизме будут разумные. Неразумные – они и в православии будут неразумные. Понимаете? Если вернуться опять к вашим статьям о блокчейне, ну, всё-таки тему вы подняли в религиозной среде, наверное, один из первых. Да. Говорить об этом. И блокчейн – это интернет, наверное, да? Наверное, это и вот эти современные криптовалюты, майнинг всего этого, да? Скажите, почему государство, вот, на ваш взгляд, боится и религиозная структура, в том числе, боятся вот этих построения связи между людьми, построения ячеек, построения… Вот вы говорили, да, о купцах дореволюционных. Это же и есть тот же самый блокчейн. Создание сообществ где-то… Как бы уже и ответили на этот вопрос, да? С одной стороны, то есть это новая вещь, да? С другой стороны, она забыта старо. Всё новое, оно же как бы является всего лишь, так сказать, деривативом от старой идеологии. То есть, как бы считается, что современная вся цивилизация – это всего лишь эманация Евангелия или эманация Библии, грубо говоря. Что всё вокруг этого, да? Что всё вокруг заповедей Иисуса Христа, да? А ведь это угроза государству. Но при этом, да, при этом государство или, допустим, институты, они, понятно, что всегда боятся всего нового. Причём это не только… Опять же, я ни в коем случае там не считаю, что там государство зло или пытаюсь там… Вот, так как государство – это такой же институт, как и другие институты. И в других институтах это будет тот же самый подход, да? Грубо говоря, когда там появился… Когда появился только камера в телефонах, да? То есть, как бы тот же Polaroid посчитал, что это всё не нужно, и вообще стоит это игнорить, не обращать на это внимания. Вот. И в итоге где этот Polaroid сейчас, да? То есть, как бы… И такое же отношение было там у компьютерных гигантов, там, появлению Apple и так далее. То есть, все институты, они так или иначе, как ни странно, но они все консервативные. То есть, староверами в каком-то смысле являются все. И пятидесятники, и православные, и никоняне. То есть, просто каждый консервирует вот… Свою идею. Свою идею, свою, так сказать, банку, да? Вот. Если говорить про православных, то я имею в виду русское православие, да? То есть, это консервация девятнадцатого века. Если говорить про нашу политическую систему, это консервация двадцатого века, да? То есть, причем… Самых мрачных… Ну, парня, причем по-разному. Ну, двадцатого, да? Кто там ближе, там, к Троцкому, там, Дзержинскому, да? Кто-то… Больше нравится Сталин, кто-то конец восьмесятых. Но все вокруг этой парадигмы, да? То есть, это консервация, это старобрядчество, вот, политическое старобрядчество. И когда им говоришь, друзья, вот есть там, или свой свод, летописный свод, да, Ивана Грозного. Где там политическая система, она вся прописана вдоль и поперед. И мне кажется, то есть, там не было ни крепостничества, ничего. Ну, вот же. То есть, это наша традиционная вещь. И даже старое воспринимается, как угроза для нового. Потому что все новое, оно… Ну, не то, что опасно. Все новое, оно для людей, привыкших к какому-то укладу, оно несет в себе неизвестность. А неизвестность, не пойми, к чему это все… И вот легче все это латать, легче там какую-то больше охрану увеличивать, да, там, или чем… Ну, все равно же есть какие-то допущения. Вот я смотрю сейчас, да, на наш политический строй. Вот Греф строит свою систему. И президент ему подворство, ну, как бы дает зеленый свет. Везде все под запретом. А здесь создавайте вот эту эту культуру. Для кого? Для избранных элит? Не, ну, опять же, то есть, люди, так сказать, умные люди, да. То есть, как бы в государстве все равно, я считаю, что люди умные, потому что они прошли, так сказать, вот эту селекцию. Понимаете, то есть, как бы… Ну, разными способами. Ну, вообще, вам нужен особый интеллект, чтобы все это все пройти. Да, да, министрактуальный способ. То есть, они, конечно, понимают, что реальность, она неизбежна. Понимаете, да. То есть, она может там ее избежать, да, если там в рамках глобального там мира, как менять. Да, вот большевики, они реально вот в этом смысле, я считаю, что там, Ленин, он был намного в каком-то смысле более рационален, чем Сталин. Потому что Ленин, он понимал, что советская система, она возможна только при условии, так сказать, всемирной революции. А Сталин, он сказал, что она возможна в рамках единого государства. И все, и тогда начало конца. Потому что она не может конкурировать с капитализмом. Ну, со всем миром, вообще-то. Да, да, со всем миром, то есть, рано или поздно, то есть, ты накроешься. Потому что это разные, ну, грубо говоря, там, сказать человеку, вот возьми 10 рублей и сделай это, или сделай бесплатно это. То есть, ты не сможешь конкурировать с человеком, которым ты просто просишь сделать за бесплатно. Понимаете? Вот. И то же самое мы говорим, если про технологии. Технологии возможно запретить, только если во всем мире. Если ты понимаешь, что ты у себя будешь запрещать, а соседний, дружеский Китай будет развивать. То есть, он через 5 лет прилетит на какой-то этой тарелке летающей. Все погрузит, там, и увезет к себе куда-нибудь. Понимаете, да? То есть, это разумные люди, они это понимают. Что технологии, ты не можешь ограничивая технологии. Технологии, там, выжить более, чем 5 лет. Потому что технологии, они так быстро меняются, что каждые 5 лет происходит такой апгрейд. Ну, если они так хорошо это понимают, откуда чудовищное технологическое отставание России? И некое... Опять же, не все понимают. Все-таки, значит, отборы элиты происходят не только по интеллектуальному принципу, на что я изначально хотел намекнуть. Мне кажется, в современной российской элите лучше работают другие как раз отсеивающие интеллектуалы, тем более креативных интеллектуалов механизмов. Есть такое мнение, допустим, к сожалению, если мы начали про старобрячество. Это как раз яркий пример. То есть, отбор происходит, он двумя способами. Он или идет, так называемый, положительный отбор, да, или отрицательный отбор. Ну, к примеру, к старобрячеству, если сейчас вот посмотреть, то уровень образования очень низкий. Уровень, причем во всех отношениях, да, из-за чего? Потому что в советские годы, грубо говоря, если ты был чуть-чуть умнее окружения, сразу все, это прямой путь в ГУЛАГ, да. То есть, как бы, если они видели, что там какая-то бабушка не умная, то есть, ей позволялись молиться, ходить в церковь. То есть, то же самое и священнику, да. То есть, если там священник был необразованный, чем более маразматичный, тем лучше. То есть, как бы, у него было больше возможностей к выживанию. И, в итоге, старобрячество пришло к тому, что вот. Просто, если мы начали с этого, да. Что костаробрячество, оно более либерально или консервативно. То есть, в итоге, вот это вот прогрессивное старобрячество, оно или было уничтожено, или растворилось, или эмигрировалось. Осталось, вот так сказать, старобрячество, так сказать, этой отрицательной селекции. В государстве это то же самое бывает, как в любом коллективе. В любом коллективе человек считает, что более умный человек всегда для него опаснее. Если взять, я тоже занимаюсь немножко продюсированием культурным, то есть всяких культурных программ. И вот смотришь, допустим, дирижер, и у него обязательно будет помощником, тот, кто реально ему не составит никакой конкуренции. То есть он сам будет знать все процессы, но внутри он будет заинтересован в том, чтобы человек был чуть глупее себя, а тот человек будет заинтересован, чтобы тот еще был более глупый, чтобы его не подсидел. В итоге выстраивается такая конструкция, где начальник возможно умный. Да, я думаю, что в авторитарных режимах даже и не может выстроиться другой конструкции, иначе логика авторитаризма ставится. Ну да и нет, потому что вот, допустим, если взять сталинизм или нацизм, то есть там они как бы понимали, что им нужно конкурировать. И без реальной конкуренции, что там их дни сочтены. Поэтому нацисты, если брать, то есть они, ну понятно, что эта верхушка, она наоборот, она была вся необразованной, но это известный факт, да. То есть они там школу, там кто-то заканчивал, а вот уже под ними это всегда были люди, ну мега философы и мега образователи. Ну все-таки те режимы считаются тоталитарными. У Сталина тоже, у Сталина два класса семинарий. Да. Вот вокруг него он вот как раз потом начал подтягивать и всяких там дореволюционных как бы специалистов и так далее. То есть смотря какие задачи. Я к чему веду, то есть как бы в итоге какие задачи. Если ты понимаешь, что тебе нужно конкурировать со всем миром, да, то есть как бы там другие, если ты понимаешь, что у тебя только внутренняя, так сказать, конкуренция. Поэтому всегда может быть здесь, как сказать, парадигма меняться в зависимости. То есть я надеюсь, я надеюсь. Почему я вот считаю, что знаете, ну опять же у меня отношение к войне всегда двойственно. С одной стороны, конечно, это огромный грех, война, любое убийство, да. И с другой стороны, опять же, если анализируешь историю развития человечества, то как ни странно, то есть война навсегда дает вот прорыв в технологиях. Причем в самых позитивных. Например, мы упомянули тот же инсулин, да. То есть он был изобретен в Первую мировую войну. Пеницелин. Пеницелин, да. Вот. Он был изобретен как раз во время войны, то есть как бы на… то есть экспериментирован на раненых. Вот. Космос. Если бы не было холодной войны, то есть не было бы космоса, не было бы развития. Причем вот эти вот даже выход в космос, то есть как бы вот этих вот спутников, понятно, это для чего создавалось. Знаете, да. То есть они просто искали носителя, как доставить ядерную бомбу. Это все понятно, что высвечивалось в таком позитивном ключе, что вот на самом деле мы там за миру мир, за мир. То есть… И я к чему веду? Что я надеюсь, что сейчас вот это… с одной стороны все плохо, да, когда вокруг конкуренты, когда там все понимают, что и Китай давно там не друг. Вот. Подвинет людей, вот внутреннюю нашу элиту, к какому-то, вот хотя бы налаживанию правильной конкуренции. Я даже уже не говорю про то, что там изменения каких-то, так сказать, идеологических конструкций, но просто должны по крайней мере позволить зарождению конкуренции. То есть по-другому вот я считаю, что Россия обречена. Вот. То есть как бы во всех сферах. В религиозной сфере. Я задал вопрос. В политической и религиозной сфере. Я к этому веду, да. Во всех сферах. В политической сфере, в образовательной сфере, то есть в культурной сфере и в том числе и в религиозной. Церковь больше всех сопротивляется. Как никто другой. Об этом и говорю. Любой институт сопротивляется. Кто-то в большей мере. Никто не хочет отдавать, как сказать, своих преференций. Никто не хочет так сказать. Вот он там стремился всю жизнь. Неизвестно, на какие пошел лишения ради этого. Вот дорвался. И почему-то ему говорят. Нет, ты должен поделиться там пирогом. Ну а почему? Можно сравнить вас? С такой же агрессией он будет защищать, как он к ней стремился. Слушайте, можно? Тогда Путин Греф, который дал зеленый свет, и старообрядчество и вы. Что тоже вам как будто зеленый свет дали на эти мысли? Ну я так и не считаю. Вот я по сути, знаете, все со мной может то же самое произойти все, что с другим. То есть мне никто, я ничего не просил. Я никто, то есть я вот, единственная роскошь, которая у меня была с самого дня рождения. Вот это я считаю, что это роскошь. Причем в советское время. То есть я всегда говорил то, что я думал. Вот я же упомянул вам, что я не был ни пионер. Но при этом, то есть я всегда понимал цену этого. Вот цена какая была. Я понимал, что у меня отец как бы нам, я давал понять, что у меня, ну мы же не знали, что Советский Союз развалится. Вот, что у меня не будет никакое образование в институте. Вот, потом я даже в армию не собирался. Вот, а я в армию бы не пошел. Вот, соответственно, альтернативной службы по-моему не было. Конечно, не было. И как баптисты, у меня как раз... Да, и как баптисты, то есть я как бы готовился. У нас, я, кстати, рос вот в среде баптистов. И огромное было к нему уважение. Вот единственное в школе, что были староверы, не православные, все там повязывали эти. Галстук и все. Вот единственное, староверы и баптисты. То есть то же самое. Никогда он не повяжет галстук. И они шли в тюрьму на пять лет. Вот, и причем так, то есть вот как бы он все, он как бы, знаю, он берет кружку железную, идет туда. Вот, и я к этому, я понимал это. То есть вот если бы не закончил советский строй, ну или он бы вернулся как бы к тем истокам, да, то есть скорее всего, да, я бы, наверное, сидел бы там в тюрьме. Я после этого был бы каким-то сторожем. Ну, я не знаю. Кстати, вашему отцу доводилось в тюрьме сидеть? Он в общей сложности десять лет. Отсидел? Да, да. В общество. Ну, по-разному. Понятно, статьи-то не давали, да, такие заверы. Да, да. То есть, ну, грубо говоря, за диссидентство, да. То есть он в разных, там, так сказать, обличьях, но в общем сложности десять лет. Я к чему веду? Я понимаю, что и сейчас вот эта моя позиция, она тоже несет какие-то, ну, к примеру, да, я не могу там думать о какой-то политической карьере или идти каким-то чиновником пытаться стать. Или даже в очень крупном бизнесе. Совершенно верно, да, да, совершенно верно. Или даже там стать там митрополитом. То есть я понимаю, вот это мой, как сказать, топ. То есть здесь есть и плюс. Потолок. Да, то есть я занимаюсь тем, чем я занимаюсь, но это как бы осознанный выбор, да. То есть у всех свой, как бы, уровень комфорта. Кому-то там комфортнее ездить на Мерседесе, комфортнее там сидеть в какой-то, не знаю, даже там лопнуть какой-то торт, да. Ему… Нет, причем это не просто сейчас, да, это всегда. Это если там взять там митрополита, как вот, Петерима, кто говорил, Александр, патриарх Петерим, наверное, или… Который говорил, что не знаю ни старой веры, ни новой, и Аким. И Аким, да, совершенно верно. Это сразу после старой веры, к которым… Мы нашим зрителям, может быть, полностью эту цитату приведем, что был такой патриарх в 17 веке на Руси, который говорил, что я не знаю ни старой веры, ни новой в контексте полемики с старообрядцами, а как начальницы велят, так я и верую, и исповедую. То есть, опять же, для него… Чья власть, того и вера. Да. Европейский этот… Да, да. То есть, для него главное было, как сказать, есть там пирог какой-то, да, и все, ему другой нет. А для других людей, знаете, это вот пирамида потребностей, она у всех разная. Вот. Для кого-то вот как бы вот эта психологическая внутренняя самореализованность или внутренний комфорт, он намного важнее, чем какие-то внешние атрибуты. Так вот, вот эти другие-то и двигают прогресс. Да, я к чему я… Чтобы про себя закончить. То есть, для меня как бы важнее вот говорить то, что я думаю. Причем, мне там говорят там вот то же самое. А почему ты публикуешься на новой газете? Я говорю, вот реально у меня… Да, уже была критика по этому поводу. Я говорю, я отвечаю так, что вот как есть, просто придумываю. То есть, я на самом деле, я себя считаю аполитизированным. Я просто вот говорю, что я думаю. То есть, я даже не знаю, как мои взгляды называются. Либерализм, консерватизм. То есть, я вот как бы считаю, что вот реально, что такое христианство или что такое старобрячество. Вот я и так и говорю. То есть, вот мне предложила новая газета, я с удовольствием и с огромным почтением, уважением, благодарностью. То есть, публикую там. «Предложить мне правда» я бы сделал. Одно время мне предлагали, кстати, мне одно время предлагала газета «Завтра». В шестнадцатом году я много у них сделал публикаций. Причем, либеральных. Они как-то мне… Как раз про искусственный интеллект я много писал. То есть, как бы про будущее, про даже какие-то вещи про белых и красных. Что вот как бы там у меня есть такая статья интересная. Примирение в непримирении. То есть, я пытался сказать, что лучшее примирение – это не сделать всех белыми или сделать всех красными. А просто вот как раз сделать и конкуренцию, где люди могли бы вот политически конкурировать и то одни выигрывать, то другие. И тогда бы гражданская война, она реально была бы побеждена. Просто люди бы поняли бы, да, вот они сейчас вышли на уровень, так сказать, политической цивилизованной дискуссии и общаются в цивилизованном, так сказать… Вот это и было бы примирение. То есть, примирение в непримирение. У нас же попытка не только сейчас, это с времен, я считаю, как раз Петра или даже раньше. Нет. Вот нужно всех вот… Причем, исторически показывают, что это приносит огромные катастрофы для общества. Нет, мы все равно… Ну, посмотрите, что вы всегда, когда делаете, у вас постоянно… Романовская эпоха, она вся в гражданских войнах. Об этом мало говоря. Там Степан Разина, Пугачёв… Там эти… То есть, как бы… То есть, постоянные там эти… То есть, ну того же там породили там Аввакум и так далее. Вот постоянные… Декабристы там… Нет, все равно, все равно… Вот она взрывается, эта бочка. Ну, не настало ли время чуть попробовать по-другому? Давайте попробуем по-другому. Вот вы учились в Джорджоне и вы поняли, что… Как? Очень просто. Очень просто. Аналитическое. И я считаю, вот мое мнение, что все люди, опять же, рациональные, все они логичные. Никто не хочет там взрывать обстановку. Никто не хочет… Слушайте, вы не думаете, что православное мышление иррациональное? То есть, если ты людям, вот я считаю, как времена там Святой Руси, на самом деле, вот, посмотри. Ну да, он там верит, он так, верит, он этак. То есть, никак это в итоге не сказывается на политическую, не сказывалось на политическую стабильность, потому что он понимает наоборот. То есть, он понимает, что это государство является его. Потому что оно… Ну, правда, за исключением отдельных эпизодов. Жудовствующие… Ну, эпизоды, они всегда бывали. Знаете, там как раз тоже, как ни странно, но было именно… Жудовствующие, если говорить, там как раз государство, оно было очень либеральное. То есть, там как раз вот это лобби, церковное лобби, которое вот… То есть, как бы опасность потерять монополию, оно убеждало, так сказать, церковных деятелей, там, как-то манипулируют государством, чтобы они опять вернуть эту монополию. А государство, на самом деле, если посмотреть историю, оно было совершенно нейтрально первоначально. Так же? Вот. И к чему я веду, да? Что вот… Вот мой взгляд, да? Там, где вот есть религиозная свобода, на самом деле, государство очень устойчивое. То есть, модель государства, оно всегда намного устойчивее. Потому что никто не хочет, никто не является маньяком. Ну, маньяки, да, ну понятно, это нужно отслеживать. Ну, это именно маньяков. То есть, у всех просто нужно ко всем относиться с одинаковым законодательством. Вот. Понятно, что есть сектанты, не только сектанты, но они и в православии есть. Опять же, я говорю, те, которые пытаются манипулировать, там, уничтожают семьи. Они везде есть. Они и в атеистической… А что, в атеистической среде нет сектантов? То есть, весь большевизм – это как бы сектантство, атеистическое сектантство и так далее. Вот. Но, если есть религиозная свобода, то граждане, они, наоборот, воспитываются, быть лояльными государству. То есть, как только гражданин считает, что… вот пусть он во что угодно верит, если он не приносит никому зла вокруг. Но если он считает, что государство не преследует его за то, что вот он верит так, он не будет огрызаться. Он будет лоялен тому государству, которое его защищает. Ни один здравомыслящий человек не атакует того, кто его защищает. Если государство будет защищать человека, так сказать, в его вероисповедании, в свободе вероисповедания, такой человек, он будет лояльным государством. При этом взгляды могут быть совершенно противоположны. Так государство из этих же людей, у которых странное мышление… Вот мне очень часто это непонятно. Потому что я говорю, что есть история, опять же, ее можно проанализировать. То есть история, чем она цена. Так же, как и наука. Наука, она на фоне чего, так сказать, создается? На фоне исследования фактов, цикличности и так далее. То же самое история, просто наблюдается, так сказать, можно пронаблюдать эффективность тех или иных политических технологий. Если на протяжении как раз романовского периода, вот это религиозное гонение, они приводили к революциям, реально, вот там считаю, там вот евреи, они там типа революции… Ну, если видите, вы их там гнали, то есть как бы все это всячески… То есть, а что он должен? Просто сидеть и сказать, да, вот спасибо, что вы меня гоните там. Понятно, что он огрызается. То есть, и чем больше вы его гоните, тем более, так сказать, демонизируете свой строй в его глазах. Или староверы. Вот староверы плохие сделали революцию. То есть, он должен вот просто сидеть, да, что вы бошку меня отрежете, или что вы там соизволите, что… Главное, вот я не буду никого… Человек нормальный, если его как бы преследуют, он защищается. Понимаете? Понимаю, я сам 21 год уже в этом положении. Да. То есть, если вы староверы, вот сейчас их не гонят, то есть, ну кто вот, очень малое количество там как-то критично относятся к государству. Вот. Наоборот, они даже впереди паровоза бежат показать лояльность, да. То есть, как только вот прекратилось вот этот период гонений, все, люди сразу стали лояльными. И так во всем, то есть, евреи то же самое, их перестали гнать, все, они как бы лояльны там, и в государственные структуры входят. Вот как вы только гоните человека, то есть, религиозная мотивация, она сама сильна. То есть, исторически, ради религии, люди легко там на костер как в вакуум шли, да. То есть, как бы вот мученичество, оно как раз… Вот. Поэтому, вот если есть религиозные гонения, они очень всегда плохо сказываются для государства. То есть, как бы христианство демонизировало всю Римскую империю. То есть, весь строй. И даже легализовало ее распад просто из-за того, что были гонения на христиан. Вот. Ну, не демонизировано, скажем так, но… Ну, в том числе. То есть, в сознании… Заквасило все. Да. В сознании, как бы, верующих. И так во всем. Вот. Поэтому, вот на мой взгляд, чем государство либеральнее относится к религиозным группам, опять же, смотря за нарушением, но с точки зрения общего для всех законов. Как для верующих, так и неверующих. С общего для всех законов. Вот. Чем больше государство… чем либеральнее оно относится к религиям, тем государство устойчивее. Тем сама модель устойчивая. То есть, как бы, тем больше лояльных граждан в этой стране. Вот. Нельзя ассоциировать государство с той или иной религией. Никогда. Угу. У нас длинный разговор. Надеюсь, только начало. Вот. Чтоб мы продолжили. С удовольствием. Тема очень интересная. Мы планировали о блокчейне поговорить, но мне кажется, мы немножко ушли в другие стороны. И это тоже хорошо. О коронавирусной эпохе и трансформации целей. Да. Блокчейн – это тоже интересная вещь. Но, опять же, я считаю, что блокчейн, то есть, как бы, что технологии исторические, они меняли сознание людей. Всегда. Вот. Поэтому новые технологии, они рано или поздно, они уже меняют сознание религиозное. Да. То есть, они рано или поздно войдут, так сказать, в религиозную практику. Уже входят, да. Уже там записки пишут, так сказать, по интернету, исповедуются по интернету. То есть, как бы, времена… Церковь в конце сейчас всегда запаздывает. Да. К сожалению, да. То есть, и в этом смысле, то есть, устройство даже административной церкви, оно будет меняться с точки зрения технологий. Потому, что устройство государства меняется. Есть, так называемое, умное правительство. И все сопротивляются. И церковь, и государство – все сопротивляются. То есть, умное правительство, где там госуслуги и так далее. То есть, как бы, ваш аватар, так сказать… Цифровой аватар. Ну, как-то все это в России с большим скрипом идет. То есть, я думаю, что… Шаг вперед, два шага назад. …все поменяется. То есть, как бы, все вот это устройство, которое базируется на понятиях канонической территории, каноничности, неканоничности… То есть, это совершенно… То есть, понимаете, это совершенно другая парадигма. То есть, вот парадигма, как сказать, территориальная, она вся меняется цифровой. Давайте оставим для наших зрителей на следующий разговор вот эти вопросы, которые сегодня подняли. Вот в конце они вышли. И поговорим в следующий раз. Конечно. Спасибо вам огромное. Вам за приглашение. Спасибо, Александр. Спасибо.